готовлюсь к посадке роз и вот вскрыла розы которые мне пришли я вот недавно делала вам обзор про сайт garden вот вот посмотрите какое качество так они завернуты в торф плотно торф здесь сырой у меня они лежат в сарае вот достаточно влажный торф я буду сейчас начну с фламентанс вот смотрите сколько много маленьких белых корешков сейчас достану не хочется распаковывать все что не буду сажать это самое хорошее когда вот эти белые корешки значит сейчас они будут у меня хорошо приживаться и тянуть питание вот отлично перед тем перед посадкой сейчас замочу их в растворе фитоспорина ну что дорогие друзья сегодня сажаю розу розу фламентанс вот здесь она будет расти это стена беседки прошлом году я здесь убрала выкопала и выкинула весь девичий виноград но за много-много лет он мне надоел он везде уже пихается под крыши за крыши от его один мусор ну в общем решила здесь сделать вот так вдоль этой беседки цветущую стену понятно что за первый год она не вырастет но давно я искала эту розу именно на это место вот здесь сейчас буду копать вот здесь буду сейчас копать яму и буду сажать 2 сразу розы ну все вам покажу подробно и рядом с этой розы вот видите три луночки я так наметила будут три новых клематиса один будет пурпура плена то есть такой махровый красный ну красно-розовый можно сказать или ярко розовый и он будет сочетаться хорошо с красной розы фламентанс рядом их посажу и еще там будет книжек и клематис или два клематиса посмотрю посадочный материал у меня весь готов просто клематиса не высадишь они сейчас в горшочках растут теплицы но розу вполне можно и так копаю хорошую глубокую яму тем более и широкую тем более что буду сажать две розы в одно и то же место ну вот яму выкопал видите достаточно широкая и глубокая в нее буду класть при посадке ведро перепревшего навоза ну перегной это уж не навоз это три года прошло вот такой шикарный просто перегной так кто-то показался проволочник эти паразиты везде вот ведро конского навоза тоже прошлогоднего буду класть костную муку ну такую горсточку и вот это удобрение которое вам всегда показываю 50 грамм на один куст у меня два куста ну по можно там 50 70 80 грамм то есть ну примерно три столовых ложки если так я так вот пястку возьму и все это в эту яму на перегной наверное даже два ведра войдет потому что я мы достаточно глубокая ну вот теперь смотрите как сажают две розы просто спрашивали почему две розы в одну лунку только лишь для того что чтобы был более пушистый куст меня так давно научили я часто очень так сажаю розы 1 роз сажала по одному а сейчас в основном всегда покупаю две розы одного и того же сорта и вот так вот сажаю как бы одна смотрит ту сторону другая в эту сторону ну где-то под углом наверное 30 или 40 градусов вот так они будут и тогда будет это ведь больше это ветвь сюда больше расти это туда получается очень богатый хороший куст ну конечно не за один год это естественно ну вот так так что сейчас все зарываю и сюда проливаю целое ведро воды для того чтобы корни напитались влагой вот смотрите целое ведро воды я вылила не в центр куста а вот так сделав ровок вокруг сейчас это все впитается земля просядет хорошо и я еще все здесь замульчирую и слава богу пусть будет расти моя розочка в принципе по поводу заглубление мне все писали что я мало заглубляю розу вот смотрите сейчас я ее как заглубила от вместо прививки я делаю сантиметров 45 достаточно для моей песчаной почвы сильно не заглубляю но не знаю меня как учили я вот так и делаю не сама придумала но потом проведу вот подрезку видите кто-то сломанный эту розу я закрывать ничем не буду потому что у него почки только-только в стадии пробуждения и я например этому даже рада мои все розы уже почки очень мощные под укрытием а здесь самое то так что они не замерзнут не обгорят пусть она потихоньку просыпается а я пошла сажать смородину ну вот кусты просто тут росли 20 лет теперь пришла пора вот выкорчевывать их вот так борисыч его на этот уже этот уже все маленький вот такая мощь ну сейчас обсохнет и как раз на костер вот там еще корней полно а этот то вообще мощный будет готовим место как раз под посадку смородины на улице не айс честно говоря очень даже прохладно наверно 3 градуса тепла вот с этим кустом помучиться пришлось обкапывали вон какую целую траншею вот так один о все ура ура вот конечно за 20 лет это уже тут не кустик жимолости а дерево жимолости конечно вот теперь здесь и поселим другие воронки даже не будем засыпать прямо сейчас и навозим перепревшего навоза и буду совершать посадки так вот выглядят кусты черной смородины тоже готовимся к посадке посмотрите развернула вот такие корни то есть в этом субстрате они уже давненько вот проросли это классный посадочный материал качественный вот я очень очень довольна так вот они вы я показывала вам обзоре как они выглядят ну даже прям порадовалась вот этой корневой системе тоже замачиваю фитоспорине приступаю к посадке черной смородины вот это место где жимолость видите все выкопали сюда завезли по целой тачки перегноя ну потому что здесь такие уже катакомбы были так что земля будет супер питательные надолго целая тачка это достаточно много вот раз два и три на это место как раз влезет у меня тачку тачки 30 лет ну вот борисович говорит с ними тачку не поверят какая тачка навоза перегноя тачка да уже про тачку был репортаж 30 лет назад молодой борис сварил эту тачку сам лично и колесо от самолета вот так вот и теперь она летает по огороду как самолет во всяком случае я не признаю никаких тележек научиться только управлять тачка на одном колесе а так на нее можно погрузить хоть тонну и даже я женщина легко провезу ее по огороду ну только что научиться балансировки потому что на это колесо идет весь ну вся нагрузка никакая тележка магазина с ней не сравнится но это такое лирическое отступление чем я заставила не просто так уйти саша ты зря это сделал тут был хороший отросточек можешь вот этот отросточек пожалуйста выкопай он молодой вот надо 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 вот этот отросточек выкопать вот этот хороший выкопай пожалуйста ну в общем куст красной смородины которая вам показывала в обзоре ну вот какая хорошая зеленочка вы что это замечательный мы его тоже выкапываем ну потому что бесполезно почву я пролью даже сегодня сажать не буду октябрина я не не октябрина я ее как-то спокойно к ней отношусь ну ладно не будем об этом в общем выкопаем куст красной смородины почву пролью даже еще пока не знаю фитоспорином еще чем-то стеклянница заколебала этот куст постоянно портит поэтому здесь будет тоже красная смородина прям два куста здесь достаточно широкое расстояние и два куста тоже посажу но чуть позже при посадке черной смородины буду пользоваться еще кроме того что здесь куча перегноя хорошего то есть азот мы заложили я буду пользоваться вот таким удобрением показывала вам тоже в обзорах для посадки пересадки и рассады вот здесь написано норма внесения значит для деревьев ну кустарников от 50 до 100 грамм на одну лунку состав мука люцерна рыбная мука поэтому не буду даже костная мука видите костную не буду закал все здесь есть аминокислоты витамины и морские водоросли азот 1 фосфор 5 калий 1 вот такой суперский состав формула биотонус стимулятор роста то есть 50 грамм ну горсточку в каждую лунку буду закладывать посмотрим как это все будет расти вот видите как какой огромный куст он даже из частей состоит о с ума сойти большущий куст ну конечно он старый вот тут тоже можно деленочку взять в общем еще посадочный материал у меня тут найдется самое-то главное видишь курить с умом доработать надо развалить тихонько ты вот и здесь тоже будет подготовлено место сейчас точечку перегноя а то и 2 и место будет для красной смородины ну вот выкопала три лунки да ребята лопата которая была в обзоре вот я есть специально работаю видите очень классная лопата это правда жалко просто что вот этот черенок буду пачкать но легкая вот копаю ей как действительно как сказали как ношу масло просто благодарности моей нет предела я сейчас обзор показываю специально уже после того как провела работу но во всяком случае этой лопаты и маленькой лопаткой которую купила для лунок чтобы выкапывать там лунки под томаты перцы цветочки где-то отделять от многолетников что-то то есть действительно ну конечно у нас почва легкая я ничего не скажу но все равно удобство в руке обалденное так что вот ну продолжаем вот выкопала луночки черную смородину можно заглублять посмотрите какая корневая еще раз прям балдею после замочки часик фитоспорине я ее буду заглублять заглублять буду вот до этой даже надписи то есть вот это все пойдет в землю для смородины это кстати говоря очень даже хорошо вот эта смородина изюмная черная изюмная вот имеет уже такой прям хороший скелетик у черного бумера по две веточки сейчас я посажу и покажу как я ее обрежу в первый год вот ну вот ставлю в луночку засыпаю землей делаю по кольцу кольцо с водой и потом еще мульчирую ну вот посадила кусты и вот так видите как залила водичкой прямо по ведру в каждой каждое это кольцо целое ведро выливала потому что сухо влаги сейчас очень долго надо сейчас это все замульчирую и в принципе поливать и не буду уж будем ждать когда будут там дожди или что-то вот теперь окончание процесса посадки смородины замульчировала ее листвой этот лист я собираю осенью хранится он вот в мешках черных всю зиму в теплице потом весной выношу эти мешки стоят сейчас просто вдоль теплицы и вот мне как раз они сейчас пригодились для этих целей в принципе и держу для всякого рода мульчи вот так замульчировала чтобы вода не влага не испарялась и мне тут не ходить не поливать и в принципе сюда больше не касаться сзади потом сниму черный лутрасил с клубники и делаю вот такое укрытие может это не очень красиво но зато никакая трава не растет то есть клубника которая растет на черном спонбонде через четыре года и и вынимаю а спонбонд складываю и вот так вот вдоль кустов видите держу его зато не надо полоть а это для меня очень очень важно потому что кустов много вот целый ряд вдоль забора все и пошли мои плодовые деревья и кустарники вот так и заканчивается коржовник вот поэтому и сюда червячки сейчас на эту мульчу прибегут и начнут мне удобрять и перерабатывать а вам спасибо всем за внимание дорогие друзья вот такая посадка смородины отчиталась по посадочному материалу великолепному материал заказывайте сама теперь буду знать что не обязательно на ярмарке можно вот гранд вуд заказать ссылки дам обязательно чтобы вы уже смогли посмотрев мой посадочный материал заказать себе всего всем доброго и будьте здоровы были на канале лоди свет и не забывайте ставить пальчик вверх если понравилось видео и подписываться на канал